Христос Воскресе! Сейчас в этих ваших интернетах очень много видео а-ля Дуди про то, где кто-то берет у кого-то интервью. И в принципе такой длинный формат достаточно популярен в России, потому что можно включить его и там салатик резким, домашними делами заниматься, и слушать, образовываться. Поэтому думаю, ну а что, а я же тоже не лаптемщи хлебаю. Давай тоже кого-нибудь интервьюировать. Так что у меня сегодня для вас гость. Этот гость воспринимает мир не совсем так, как мы. Он видит это как мир не посредством зрения, а через другие чувства. И вот с ним бы мне хотелось вас познакомить. Здравствуй, брат Константин. Здравствуйте, отец Александр. Расскажи немного о себе. Кто ты? Ну, я кончил в Вологодской области школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Вот, ну незрячий с детства. Мама нас двое не уродила, брат умер на следующие сутки, а меня положили под купол, медикор, кювес, донашивать. То есть ты даже название купола помнишь? А то у тебя такая память с детства была хорошая. Не, ну, просто уже со временем, как бы и раньше, просто медикор называли. Я это слово знал. А с течением жизни как бы узнал, что это еще называется медикор, купол, кювес. Ну, кювет, кювес? Вроде, насколько я знаю, кювес. Вот, кювет, это не кювес, да. А вот, причем-то говорят в боксе, там, в кювес положили. Да, 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 да. Я думал, кювеш, что ли, называется. А, понятно, кювес. Вот ты как бы с течением жизни узнал вот эти слова. Просто люди, не все знают, например, значение слова медикор. Вот, положили тебя под купол. Ну, и, к сожалению, кислород попал на глаза, потому что ребенок подвижный, двигается. Вот, ну, надо, может быть, было глаза как-то закрыть, да, или присматривать, чтобы кислород именно шел туда, куда нужно. Ну, к сожалению, вот. Вот ты, получается, ну, вообще без подгляда, то есть полностью не... Полностью, да. То есть я полностью, тотально слепой. Ну, я окончу школу, я умею читать, писать по системе Брайля. То есть мне не нужен свет, я могу в темноте читать книгу, вот. Могу записать что-то, там, например, пришла какая-нибудь на ум строчка, надо дальше, чтобы секретарь не... Большая у тебя домашняя библиотека? Сколько у тебя дома книг? Или ты все в библиотеке берешь? Я все в библиотеке беру. Обычно сейчас уже на флешках скачиваешь ту или иную книгу, которая тебя заинтересовала, и ты ее прослушиваешь. К сожалению, как-то в школе все руками читал, вот. А сейчас уже как-то на флешках. Ну, а то, что сейчас реже читаешь, как-то падает скорость чтения? Конечно, конечно, да. Ну, наверное, потом, если опять начнешь читать, быстро восстановимся, да? Да, да, конечно. Ну, просто опять-таки, разные книги бывают по сложности, да? Вот. Если какую-то православную литературу, там можешь вообще по слогам тыкаться, мыкаться, там, молитвы, там, например, да, сложно как бы, да? А вот в библиотеке брали много вообще православных книг, или там в основном светская литература? Нет, там много, много там есть и разные Евангелии на флешках, на кассетах, на дисках. А ты из детства верующий? Когда ты к вере пришел? Ну... Вообще верующий ты? Верующий, да, я верующий. Ну, с бабушкой мы... Крестик есть у тебя? Есть у меня, да. Вот. С бабушкой мы общались на эту тему, вот. Где-то я маленький был, не знаю, может лет, ну, шесть-семь было как-то так вот. А потом, когда в школу уехал, вот, там у нас была воспитательница, но она, к сожалению, у всех, кто ходил, это я потом узнал. Вот. Вот. Ну, как бы я сам читал Библию, спрашивал, общался, приходил к нам в школу, батюшка какие-то вопросы задавал. Вот, интересно, это тоже все было. А там, в Вологодской области, да? Да, да, отец Михаил. И потом, как бы я понял, что что-то не то эта воспитательница рассказывает. А потом, ну, у нас две воспитательницы было, вторая пояснила, что она ходит в секту. Ну, как бы я так же продолжу общаться с человеком, но уже не стал слушать то, что она читает, рассказывает. Вот. А потом, вот, со школы начал, на Пасху мы собирались и ездили в храм, стояли в службу. Вот. Вот, как бы, оттуда это все пошло. А крещён ты когда был? Окрещён я ещё был где-то до школы, мне даже кажется. Ну, ты помнишь, это тоже особенный возраст был или вообще маленьким принесли, потому что меня, например... Нет, я помню, но у меня, к сожалению, потерялось свидетельство о крещении. Я помню, что меня крестили в епархии. То есть, мама привела, да? Да, да, мама. Да. С мамой тоже верующая была? Или не особо? Не особо, но она меня привела. У нас сосед был... Ну, а потом в храм не водила, да, просто привела, покрестила и всё. Сосед был верующий, он потом уехал в Германию, там у него все родственники, вот, и он всё просил, что давайте, давайте Костю покрестим, давайте я буду у него крёстным отцом. А получилось так, что должен... Ну, мама с папой решили, что крёстным отцом будет другой человек. В оконцовке этот крёстный отец вместе с папой так даже и не пришли на крещение. А кто, получается, крёстный отец? Ну, просто его вписали в... А, ну да, в советские годы так... В бумагу. Это где-то 2000-е, а сейчас точно... А так у тебя бы крёстный был в Германии, да? Да, да, да. А он очень, он очень меня любил, когда он там, вот, у меня и проигрыватель, кучу пластинок, всегда там приходил, поддерживал, всем, чем мог, помогал. Как будто вот я для него, как родной сын был. Ну, как-то вот, как-то он меня очень сильно любил. В храм ты часто ходишь? Ну, стараюсь, хотя бы раз в неделю, по воскресеньям. Ну, ты сам добираешься до храма или кто-то водит? Нет, нет, у нас есть православный молодёжный центр, вот, и там я к кому-то вот прикрепился, как бы привыкаешь к одному человеку, да, вот, ну, почему к одному, потому что, ну, жизнь у людей идёт, там у кого-то дети появляются, семьи, они уже не могут, например, в силу определённых, там, работа, уезжают, вот, и как бы прикрепился. Вот я, например, к Антону, да, и вот с ним мы вместе и на турнике занимаемся, и в храм по воскресеньям бывает. Он вот чаще всего сам пишет, Кость, сегодня пойдёшь в храм? Ну, то есть завтра, да, в субботу пишет, я говорю, да, конечно, пойду, вот, как бы. То сразу говоришь, нет, я сплю. Нет, 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 ты уже настраиваешься, ты уже ставишь будильник, это уже есть обязанность, как бы, чувство такое, что ты обещал человеку, и хоть и бывает такое, бывает, что всю ночь либо какую-то книгу слушаешь, либо не спишь, либо что-то на ютубе слушаешь, а потом в оконцовке понимаешь, что да, тебя начинают в пять утра рубить, и ты понимаешь, что на службу-то надо, и ты всё равно встаёшь через себя. То есть, получается, часто перед службой даже вообще такое, все ночное бдение совершаешь всю ночь, не спишь перед службой. Как-то так бывает, получается, не всегда стараешься себя заставить, пересидеть, бывает такое, что неохота спать, но понимаешь, что на службе таким сонным тоже тяжело и плохо, и не нужно быть, потом мысли куда-то улетают. А на службе есть ли какие-то сложности для незрячих? Ну, для меня, например, сложность такая, как подойти на исповедь, да, например, если бы не было человека, который зрячий помогал, вот, вторая сложность, как подойти на причастие, ну, слышно, да, что вот люди идут, но когда в храме много народу, ты можешь что-то, тот же подсвечник задеть, уронить, ещё кого-то задеть, то есть... Ну, ты же в магазин ходишь с тростью, так же можно было и в храме с тростью, нет? Нет, ну, в храме как-то... Магазин этот просто зашёл, взял, попросил консультанта, он помог тебе, или зашёл... Я так же зашёл в лавку и сказал, меня тут проведите. Ну, нет, ну, это немножко не то, это у всех как бы... Ну, да, у нас же, да, храмы небольшие, вот, например, в Москве есть, там, например, штатный катехизатор, то есть, там, например, человек приходит, новый в храм, его кто-то встречает, да, вот, там, наверное, в такой ситуации можно попросить, чтобы там и провёл куда-то и показал. Ну, вот, на железных дорогах, да, в аэропортах ездят, служба маломобильных граждан, они помогают, то есть, встречают, провожают на поезд, на самолёт, вот, а храм мне немножко другой, тут я пришёл, вот, ну, наверное, больно сильно будет, как бы, я такого буду крутого мнения о себе, да, я пришёл, ну, помогите мне, давайте, давайте мне проводите, покажите. Ну, ты, в общем, стараешься больше всё сам, чтобы никого лишний раз не напрягать. А так надо, да, я стараюсь, так нужно, чтобы ни от кого не зависеть, потому что, ну, родители не вечные, и, как бы, так будет лучше, правильнее, проще, вот, но это, к сожалению, я не сразу понял, не сразу узнал, осознал, это после того, уже после школы, я ещё даже окончил школу, не был таким самостоятельным, потому что мама постоянно за меня переживала, говорила всякие вещи, что, сын, не ходи, вот, машина собьёт, там, как бы, я боялся, ещё тогда не было звуковых светофоров, движение было достаточно сильное. Но родители, они всегда переживают, они не только незрячих, они и зрячих постоянно опекают, туда не ходи, туда не залазь, а дети всё равно, всюду идут и всюду залазят. Да, а тем более, когда они зрячие, это, видать, чувство вдвойне усиливается, вот, ну, и потом я съезжу. Даже такая шутка, что мужчины, это случайно выжившие мальчики, приключений-то в детстве всегда много бывает. У тебя были в детстве какие-то ситуации, когда прям вот вообще опасные, опасные? Ну, бывало я, когда меня, папа вообще один раз вот ремнём отлупил, за то, что я взял ножницы и сам себе чуть ли не выколол глаза. Вот, такая, да, была ситуация. Ну, так, и скачились, падал, как бы, всяко тоже, оса меня жалила. За домом гнездо было, ос, я не поверил, думаю, наверное, нет там никаких ос, никогда я с ними не встречался. Думаю, наверное, мама меня пугает, обманывает. Ну, она мне показала, где это гнездо, я подошёл, ногой пнул, оса вылетела, как меня ужалило. Вот тогда я поверил, понял, что это. А в детстве ты как, вот, общался тоже с детьми, с слабовидящими, не зрячими, или у тебя какая-то компания была обычной? Ну, в детстве у меня, вот, два друга было, вот, ну, они общались со мной, потому что, ну, такого же возраста, как я, они полностью зрячие были. Один сосед, а второй, ну, на другой улице жил. Просто приходили, просто им интересно было, как бы. С ними так же и по гаражам лазил, прыгал с этих гаражей, колени разбивал, и... Потому что иногда вот сталкиваешься, вот, дети, например, скажем, росли, да, вот, например, и не видели никогда вот инвалидов, да, и поэтому они, когда вот первый раз видят детей с инвалидностью, или взрослых с инвалидностью, они аж как-то пугаются в шоке. То есть у тебя, получается, ну, была компания, где, в принципе, так, ну, спокойно всё воспринимали. Ну, да. Ну, первое знакомство такое же было, что, как это, как это такое может быть, и до сих пор взрослые люди, да, не понимают, ой, как, как это незрячий, как это такое возможно, как это может быть, то есть, когда человек ни разу не встречался с незрячим, ну, не понимает. Не все, но бывает такое исключение, как это, некоторые спрашивают, а зачем вам трость, чтобы собак отпугивать, то есть, вот. Ну, а-то ты рассказывал, что тебе даже сны снятся дактильные, то есть, получается, ты, ну, как бы, вот, потому что иногда вот читаешь там житие, я не знаю, Матроны Московской, да, там говорится, что вот ей Господь показал красоту этого мира, вот, хотя, может быть, она действительно не всегда незрячая была, вот, я не знаю, надо перечитать житие. Ты, получается, ну, как бы, то есть, все воспринимаешь только дактильно, то есть, у тебя даже сны вот как-то вот, ну, тоже на ощущение, да, как-то? Ну, да, во сне кажется мне, что я вижу, но это все взято, то, что я вот руками ощущаю, да, и во сне кажется, что этот предмет я вижу. Ну, ты его видишь, получается, во сне уже, как бы, не касаясь его рукой. Да, 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 как будто я его вижу глазами, да, вот, те предметы, которые на ощупь. У меня, кстати, тоже зрение не идеальное. И мне иногда тоже снится во сне, что у меня идеальное зрение. Так что это интересно. И вот съездил я в Центр реабилитации слепых города Волоколамска, это Московская область. Там такие предметы были, как обучение компьютерной грамотности. То есть с помощью программы экранного доступа, ДжОС, ну есть еще НВДА. Ты слышишь, все то, что человек видит на экране монитора, ты слышишь, это на слух воспринимаешь. Можешь в наушниках, можешь без них. Вот у нас по Алену Петровну где-то же, ты же знаешь, ездила куда-то, обучалась, чтобы потом комментировать, например, происходящее в театре. Ты про это, да? Нет, это чисто незрячий, как пользователь компьютера. А, ты сам компьютер все озвучиваешь? Ну да, с помощью говорящей программы ты можешь спокойно файлы скопировать на флешку, на жесткий диск, удалить что-то с компьютера, что-то скачать. А то есть, как это называется, диплопереводчик, да? Тифлопереводчик, да. Это, в общем, когда идет на экране фильм, а тифлопереводчик озвучивает происходящее. Да, да. Кто куда встал, кто куда пошел, что написано на заставке. То есть, то, что незрячий человек не может. А ты на практике не было тогда, что ты там с этим переводчиком пошел в кино, и тебе там на ушко все кино объясняли, нет? Или это уже в записи, в основном? Это в записи, в записи. Да. Такого на практике не было. Потому что иногда говорят же, что и в театре можно там, например... Я пил один раз, но там было на Коми языке, и я как бы не понял. Хоть и в наушниках был перевод по-русски, но он немножко запаздывал. Поэтому как-то я... И одним ухом туда, одним ухом... Ну, один наушник, кстати, был, в котором был перевод по-русски. Поэтому я как бы... Тяжело так. А готовишь ты сам себе? Или где-то по столовам питаешься? Готовлю... Когда как. Зависит от настроения, от финансов. Вот. Когда сам себе приготовишь, можешь также рыбный суп сварить, например, салат, гречу. Там, то есть, если захотеть, но если не хочешь сварить, готовить. Ну, взял, есть там гречневая крупа, гречневые хлопья, вот. Овсяные хлопья. Насыпал в тарелку. Залил молоком. Ну, или кипятком. Посолил по вкусу, заварил, подождал. А что не молоком? Потому что постные дни? А молоком, как бы, оно не заварится. Ну, я ни разу не пробовал. Советую просто кипятком. Потому что в некоторых фильмах, смотришь, там вот в Америке, в основном, хлопья едят. Их там иногда молоком часто заливают. Можно же так закипятить молоком. Молоком залить, наверное, вкуснее будет. Ну, ни разу не пробовал. Почему-то заварил. Только не в следу и пятницу. Да я как-то привык уже кипятком. Ну, и вот в центре реабилитации среди предметов было, значит, домоводство. Обучают тех, кто, я уже умел нитку в иголку вдевать, с помощью нитковдевателя шить. Какими-то там четыре вида шьешь, там шов, иголка вперед. Но часто пригождаются? Часто шьешь? Ну, бывает, бывает. Конечно, не так красиво. Дырочки залатать, да? Да, да, да. Или такой, сошью-ка я себе костюм. Нет, дырочки залатать. А вот, просто, конечно, не так красиво, как зрячий человек. Все равно это видно. Ну, по крайней мере, какая-то гордость твоя. Я сам. Некоторые зрячие тоже так шьют, думаю, что как бы это... Так что не переживай. Руку я как бы чувствуешь, проверяешь, да? Может быть, наоборот, даже еще и лучше получается. Или кто-то говорит, что а ты это, не очень зашил, нет? Ну, по-разному. С чего ты взял, что получается плохо? Значит, ну, бывает, говорят, что ты не очень зашил. Видно там, допустим, не теми нитками. Вроде бы я разложил все по цветам, а зашил не теми нитками. Знаю, что вроде должна быть одна нитка, а получилась другая. Думаю, что черная, а получилась белая. Вот, как бы так. Ну, и вот третий предмет был ориентировка, которая достаточно очень интересна. У нас в нашей группе попалась такая преподаватель, которая работала со слепо-глухонемыми. И, в общем, человек, который не слышит и не разговаривает, она умела как-то вот на ладони пишет буквы человеку. И он с помощью этих букв понимает, то есть пишет зрячие буквы, да? И человек понимает какая-то буква, и как-то вот они на своем языке, на языке жестов как-то умела найти общий язык. Ну, в общем, что мне нравилось у данного преподавателя... И я обычно-то весельчак иду, разговариваю со своими одногруппниками. Могу куда-то не туда уйти, там, допустим, не в том месте перейти, быстрее от группы оторваться. А вот, она никогда не злилась. Я больше сам на себя расстраивался, злился, что какие-то вещи я неправильно делал. Но там настолько люди привыкшие, потому что из года в год приезжают незрячие с разных городов, ходят с тростями, да? И почти каждый человек готов помочь тебе. И вот, даже если ты можешь спокойно не в том месте дорогу перейти, машины останавливаются и пропускают. Они знают, что незрячие... То есть там потому, что центр реабилитации такой? Да, да. И у меня такое было, я не в том месте дорогу перешел, меня спокойно пропустили. А у нас как автомобилисты? Ну, у нас по-другому. У нас такого нету. У нас нужно очень быть внимательным, бдительным, много раз подумать, послушать, прежде чем перейти дорогу. Ну, люди у нас отзывчивые, помогают. То есть, допустим, что я один иду, что я с другом, с таким же незрячим иду. Всегда подскажут, вы можете переходить дорогу. Подождите сейчас, не идите сейчас, нельзя. А вот покажут в разных фильмах, там есть такая опция. Собака по воды. У нас такое бывает? Да, у нас есть, у многих незрячих, ну, двух человек, трех знаю. Ну, просто если брать по Сыктывкару именно, да, то я только одного человека знаю. Вот. Но это удобнее или наоборот хлопотнее? Потому что так ты только себе готовишь, а так еще и собаке готовить. Она же не сама еду будет добывать. Ну, конечно, да. Ты там дверь открыл, иди, охоться. И эту собаку нельзя кормить, там, например, дал там кусок мяса, кусок колбасы, именно нужно специально там каши, специально так кормить, чтобы... Хотя, может, корма продаются специально, или все это очень дорого? И корма тоже, насколько я знаю, специально нельзя, нужно именно вот как-то кормить именно вот специальной кашей. Но ты не думал никогда завести такую собаку? Ну, я считаю, лучше трости не придумано. Почему я не беру собаку, я объясню. Потому что, первое, нужно согласие твоих соседей, чтобы не один соседа, как минимум, человека три, там, подписали, что они согласны. Потом еще с собакой в храм не пускают. Ну, с собакой должны везде пускать. Ну, не знаю, у нас тут это, там, собака пыталась с крестным ходом забежать, сейчас у нас в выпы, там, батюшка, не пускайте собаку, а то потом храм освещать надо будет. Нет, в храм собаки как-то вот, ну, не принято. Причем, если кушат, еще пускают в храм котов, да, там, чтобы они там мыши отпугивали, то собак прям как-то к ним такое отношение. Говорят, это с католической иконописи пришло, потому что у католиков, мол, в иконописи собака символизировала, ну, нераскаивающегося грешника, поскольку у него нет на теле потовых желез, то был такой символ нераскаивающегося грешника, а потом это перешло в Польшу, в Польшу, с Польши в Украину, а с Украины уже на Россию воспринялось. Ни разу не слышал, что собака там, нет, собаку в храм не пускайте, там, собака там. Некоторые даже говорят, что дома собак держать нельзя, некоторые верующие. Хотя у нас, у владыки нашего есть собака дома, у патриарха Алексея была дома собака, у патриарх Кивилл, по-моему, тоже дома есть собака. Но, тем не менее, такое суеверие про собак есть. Такого не слышал, я слышал, что незрячих людей не пускали с собакой на борт самолета, в поезд, хотя все необходимые справки есть, документы, что это собака, проводник. Ну, я же, наверное, можно, например, пришел в какое-то помещение, куда прямо, ну, не знаю, есть ли, например, в больницу, в некоторую больницу собаками могут не пустить, потому что там, скажем, стерильно. Могут же, например, там ее, скажем, привязать у входа, или сказать, сиди, жди, и там уже походить без собака. Да, собака понимает. Единственное, что у нее с течением времени проявляется вот эта вот агрессия на кошек, то есть, как бы, чем собака старше. Ну, или, допустим, может другая собака спровоцировать, которая без конца гавкает, 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 и собака, защищая незрячего человека, может ту собаку укусить. Ну, их же, наверное, еще собак надо потом куда-то возить на переподготовку, да, чтобы ее там обучали постоянно. Когда получаешь собаку, ты обязан, должен через год приехать, показать, в каком виде твоя собака. Может, ты ее так откормил, что она у тебя сильно большая стала. Тоже же для собаки лишний вес, это плохо, да. Может, ты за ней не ухаживаешь, может, она у тебя болеет, то есть, как бы, да, обязательно. Может, она забыла все навыки, может, ты ее, там, на даче, допустим, где-то или дома привязал, и она там сидит одна, одинешенько, а ты сам дальше по себе. Ну, получается, у нас в Сыктывкаре мало кто с собаками, да? Ну, мало, да. Одного человека знаю, да. Понятно. И ты тоже не хочешь связываться с собаками? Нет, хотеть-то хочу, но для этого нужно, чтобы условия для собаки были. Конечно, проще, когда свой дом, а когда у меня двор, там много других собак, как бы это повышенная ответственность. То есть, сам это самое, за собаку это, ну, понятно. Ты работаешь где-нибудь или полностью на инвалидности, или где-то, как вот, общество же иногда какие-то работы предоставляют? Ну, я от центра занятости поработал в обществе слепых, но когда программа закончила свой срок существования, пришлось уволиться. Кем ты работал? Помощником председателя я работал. А что, председатель закончил свой срок существования? Нет, ему просто потребовался помощник, ну... А потом он сам все научился делать. Он и раньше умел, просто выделиваясь, как бы нужно было как-то меня трудоустроить, придумать... А, то есть, государство выделило грант? Да, какую-то должность, выделили средства для оборудования моего рабочего места. И нужно было какую-то должность создать, поэтому вот придумали и помощник председателя. А ты вот говорил, у тебя друг какой-то занимается ремонтом обуви. Он тоже не зрячий, да? Нет, он полностью зрячий. Он видит, да. Просто при обществе слепых была мастерская по ремонту обуви. Как-то вот понравилось просто с человеком общаться, посмеяться, пошутить, поюморить, да? Может быть, там как-то помогали ему тоже. Нет. Потому что ей же вот, например, иногда показывают, вот у нас сейчас зрителям не видно, на старе этот стоит пилот. И вот тоже я помню в свое время пилоты, ну, такие тройник, грубо говоря, удлинитель. Египт в сетевой фильтр. Да, да, да. Вот их, наверное, как общество незрячих тоже делало. Ну, раньше много что, и прищепки, и щетки-сметки, и... Ну, это, наверное, муторно все, да? Хотя бы ты мне тогда дарил щетку, это же тоже оно самодельное было. Да, успел я, успел я, и сейчас уже все это, я не знаю, либо распродали, либо куда-то это растащили, подевалось, потому что общество слепых переехало с одного места на другое. Но ты много этих щеток успел сделать за свою жизнь? Или там мало? Нет, я лично не одной. Это было в 90-е. А, то есть это тогда общество делало, а потом они на слайде лежали где-то? Все правильно, да. Я когда узнал, для чего они могут быть полезны, для чего пригодятся, что они еще есть в наличии, их можно купить. У меня в газели лежит до сих пор. Ну, пользуюсь, снег сметаю зимой. Ну, хорошая штука, да. И вот, как бы, я думаю, пригодится. Я думал, он сам сделал. Нет, не сам, к сожалению. Понятно. Ну, бывало, один незрячий другого учит. Это как бы нормально. Он за это получает какую-то небольшую надбавку. Потом, когда незрячий научится, человек, он уже сам делает. Ну, там нужно определенную норму выполнять в день. А вот. Как бы все к этому стремились. Допустим... Ну, что, приработок какой-нибудь, все равно, наверное, средств-то не хватает? Ну, как-то умеешь бюджет составлять, экономить, думать. Ну, как меня бабушка, наверное, научила, мамина мама. Я всегда удивлялся, она за стол, когда пенсии получала, за стол садится, составляет список и на месяц закупается. Я не понимал, зачем это, для чего так сразу. Вот. Ну, сейчас сам так же посидишь, подумаешь, ага, это я возьму, это без этого я проживу, это я позже возьму, это вообще брать не буду. У нас Дима, бухгалтер, он в свое время тоже как-то вот, он говорит, то есть у него такая норма, в день потратить не больше 300 рублей. То есть, если уже больше потратил, значит, все, значит, не покупаю. Если что-то надо, завтра куплю, если завтра так же не больше 300 рублей. И на следующий день ничего не покупают. Раз потратил в этот больше, значит, да, есть такое дело. То есть, более-менее еще, получается, государство обеспечивает? Ну, более-менее, ну да, жить можно. Если голову включать, если какой-то бюджет вести, то жить можно. Вот, если правильно расходовать средства. Понятно. Вот. Ну и вот по ориентировке еще хотел бы рассказать, что в Волоколамске, когда ходил, говорю, там абсолютно все по-другому, а в свой город приехал тут абсолютно по-другому. То есть, Волоколамск, он более приспособлен для жизни незрячих. Ну да, там, тут есть такие в нашем городе, например, районы, где можно заблудиться, тот же ЧОВ, например, какой-нибудь, неважно, нижний или верхний. Там нету бордюров, по которому ты можешь, да. А в каких-то крупных-то городах был? Москва, Питер. Так проездом был в Москве. Нет, ну то, чтобы самому походить, то есть, вот как они насчет удобства передвижения? У меня есть знакомая девушка, которая в Москве поет, вот. Она спокойно передвигается. Мне страшно вот эти же эскалаторы, да, метро. Меня как бы это пугает. Ну что, привыкнуть надо? Да, да. Но он удобнее для жизни незрячих или, в принципе, и у нас хорошо? Ну, мне у нас хорошо. А так, конечно, человек привыкает, да, она спокойно по Москве ориентируется. Как ты к юмору относишься, когда вот, например, шутят над зрением? Потому что вот я сейчас вот как-то смотрел передачу, я, может, потом, если скачаем, дороги обратно покажу. Там к отцу Павлову приходила девушка с ДЦП. И он прям это, ну, они с ней шутили прям, ну, он такие шутки говорил, я прям думаю, это прям на грани. То есть там, как ты сюда пришла, ой, точнее, приехал. Ну, там все по-доброму было, поэтому и она говорит, я вот хорошо к юмору отношусь, то есть как бы без комплекса. Как ты вот, когда вот, например, слушают, шутят что-нибудь по поводу зрения? Ну, меня, наверное, только одно обижает, если просто сказать, что, о, смотри, слепой идет. Как бы, да, наверное, не должно обижать, задевать, но как-то оно слух режет. Не все, конечно, знают, что незрячий, нужно сказать, или хотя бы тотально слепой. Или просто даже тотальник. А, ладно, понятно. Между собой незрячие некоторые называют друг друга тотальниками. И это нормально. А когда со стороны обидно, да? Со стороны, ну да, и ты же еще интонацию слышишь человека, с какой он это самое. Я вспомнил сейчас две женщины такого, в возрасте, спорили между собой, незрячие я или нет. Одна говорит, если он незрячий, значит, он сейчас в сугроб зайдет. Другая, а если нет, то значит, он все-таки видит, если не зайдет. Чем закончил, зашел ты в сугроб? Нет, я не стал, я думал, специально зайти, что ли, потом думаю, нет, ну зачем, смысл? Я пойду, как я иду, я знаю маршрут, и они потом дальше продолжили между собой спорить одна. Вот я же тебе говорила, что он видит, другая, ну, наверное, да, раз он в сугроб не зашел. То есть, получается, ты уже так хорошо по городу ориентируешься, что вот даже люди вот как бы думают, а не, он видит, значит. Получается, значит, это как бы тебе такой комплимент, что ты очень хорошо ориентируешься. Свой район знаешь, да. Что предмет вот этот, как он называется? Ориентировка. Да, ты прям на пятерку, получается, сдал. Ну, я на пятерку сдал, мне говорю, люди подходили в Волоколаймске, я медленно иду, чтобы не сбиться. Я чувствовал, что за мной преподаватель по ориентировке следит. То есть, они сейчас следили? Да, она смотрит, как ты. Не пытался уйти от слежки? Нет, нет, не пытался, бесполезно, но все равно. Вот нужно было на одной остановке сесть в автобус, на другой выйти и пешком пройти. Сначала дойти до автобуса, соответственно, какое-то расстояние, да. Потом сесть в автобус, проехать одну остановку и вернуться пешком в центр. Ну, я пару раз сбился, но сам исправился. Люди, конечно, помогали. Я говорю, нет, нет, спасибо, я экзамен сдаю. Не надо. Я знал, что за мной и следят, и не надо мне это было. Я хотел все именно сделать сам. Пришел, значит, она меня спрашивает, одногруппники мои тоже, всех спрашивают, кто как прошел. Я первый рассказал, говорю, да, вот я два раза сбился, говорю, откуда я узнал, что она за мной следит-то? Говорю, да, ну я сам исправился. Говорит, а люди пытались тебе помочь? Говорю, да, пытались. И что ты? Я отказался, сказал, не надо, спасибо, я экзамен сдаю. И она говорит, ну все, вот за честность тебе пятерку ставлю. Я говорю, а что, в чем мне обманывать? Как есть, так и рассказала. А потом я за тобой следил, и говорит, ну, как-то вот так. А каким-то профессиям обучали, вот где учился? Ну, там это, я ездил на элементарную реабилитацию, а так, есть, конечно, профессии. Там и лозоплетение есть, и переплетное дело, игра на баяне. Не пробовал музыкальный инструмент распаивать-то? Ну, в школе пытался на гитаре играть, но тут выбор между чтением письмом по системе Брайля, так как на пальцах образовываются мозоли. Вот, на духовых пробовал на Альте играть. У меня потом щеки стали надуваться, и преподаватель сказал, вот сделай, чтобы щеки не надувались, потому что так не должно быть, и я тебя возьму, а я что-то не понял, как это можно сделать, да и потом, может, и поленился, да и интереснее было с ребятами там где-то бегать, общаться. Ну, получается, уезжал туда на всю зиму, а летом возвращался сюда на каникул, да, или как? Нет, я уезжал уже, и осень там был, на каникулах только на зимние, на летние приезжал. Да, там была еще неделя осенних каникул и неделя весенних, но смысл, 4 дня в дороге, ну, 2 туда, 2 обратно. Да, далеко, слушай, все равно. Да, и как бы деньги только тратить, то есть, как бы, 100-3 дня дома побыл, только привык, и потом опять уезжать, ну, как бы, грустно, неохота. Вот, собственно, такая небольшая беседа. Если Константин к нам еще приедет, я могу ведь его еще в эфир позвать, а вы напишите в комментариях вопросы, которые хотели бы, чтобы он озвучил, потому что все равно. С вами был Ирманах Александр Митрофанов, всем пока, подписывайтесь, делитесь этим видео с друзьями, до встречи в эфире.